Добрый вечер, в эфире новости Курган.ру в студии Елена Шевкнова. Партия «Единая Россия» отметила свое 14-летие массовым приемом граждан по всей стране. За Уралией было открыто 664 приемных. В общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева первым принимал граждан секретарь регионального отделения партии сенатор Сергей Лисовский. Чиновники часто увлечены решением каких-то таких текущих задач, они не видят проблемы людей в решении этих задач. Моя ответственность, моя работа и членов моей партии, помочь разобраться людям и используя механизмы, а мы имеем эти механизмы влияния на государственных чиновников, и довести до государственных чиновников те реальные проблемы, которые необходимо решить. За два часа сенатор внимательно пообщался с десятком посетителей общественной приемной партии. Люди приходили с вопросами о неправильном, по их мнению, изменении группы инвалидности, с просьбой помочь попасть на прием к врачу и устроить ребенка в секцию плавания. Педагоги одной из школ Китовского района обратились с просьбой помочь в оснащении инвентарем кадетского класса. Помимо жалоб, граждане приходили и со своими предложениями и законодательными инициативами. Сергей Лисовский отметил, что все вопросы и предложения, которые поступили, будут донесены до соответствующих ведомств, а такие приемы граждан просто необходимы. Василий Малухин, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. В Зауралье стартует главная региональная премия общественного признания «Время успеха». Кто будет выбирать победителей, расскажем в сюжете. 2015 год был непростым как для страны, так и для Зауралья. Но также он был полон побед, свершений, достижений и, конечно, головокружительных успехов. Самые яркие победы курганцев стали темой для сюжетов информационного агентства Курганру. И теперь правительство Курганской области при поддержке нашего СМИ готово отметить самых выдающихся граждан Зауралья и запускает голосование в главной региональной премии общественного признания «Время успеха». Каждый сюжет «Время успеха» – это настоящая история жизни, это история копотливого труда и терпения. И все они бережно собраны в копилку «Время успеха», разделены по номинациям и представлены на суд самого требовательного жюри. А жюри в этом проекте выступают обычные зрители нашего телеканала, посетители нашего сайта. То есть такие же обычные жители Зауралья. Мы представляем семь номинаций, в каждой из которых будет свой победитель. И именно победителей поздравит губернатор Курганской области Алексей Кокорин на торжественной церемонии подведения итогов, которая состоится в конце декабря. Право выбрать лучшие достижения в спорте, профессиональном мастерстве, творчестве предоставляется каждому. Голосование продлится до 21 декабря 2015 года. Более 70 историй в этот раз удостоились возможности получить главную премию общественного признания «Время успеха». Светлана Епифанова, Ульяна Чепала, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». В Китово на финальную стадию вышло строительство храма. О том, кто закладывал первый камень, расскажем далее. Строительная компания «Комфорт» по приглашению депутата Курганской областной думы Татьяны Воинковой приняла участие в строительстве храма в селе Китово. Предприятие работает в области почти 20 лет и является социально ориентированным. Поэтому решение оказать посильную помощь было принято незамедлительно. Директору фирмы Виктору Пузенко выпала честь заложить первый камень. «Заложили первый камень, осветили фундамент, заложили первую памятную табличку. Там в подвале заложена памятная табличка. Поэтому наша фирма приняла участие, наверное, в основном, можно сказать, фундамент – это основа церкви. Поэтому мы вот как бы с душой отнеслись к этому делу». Специалисты компании очень ответственно подошли к такому важному делу и приложили весь опыт и знания. Конечно, это не единственный случай, когда фирма «Комфорт» принимает участие в строительстве церквей и храмов. «Партнерскую помощь, наверное. Мы церквям постоянно оказывались. Вот строилась церковь в Рябково. Мы как соседи здесь, конечно, нас не обошли стороной, наверное. Потом в Крутомыше церковь, значит, там отец Сергий нас тоже не обходит стороной. Мы помогали ему тоже всячески. Ну, поэтому часто, не часто, но участвуем». «Бывая за границей, Виктор Пузенко видит те великолепные храмы, которые стоят там много веков, и считает, что нам необходимо стремиться к такому же уровню. И если люди ходят в церкви, значит, их нужно строить. И это дело крайне важно». Завтра, 3 декабря, в правительстве области пройдет горячая телефонная линия по теме капитальный ремонт многоквартирных домов. На вопросы зауральцев ответит генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области Александр Валентинович Медведев. Звонки принимаются с 16 до 17 часов по телефону 42-91-91. Победитель областного конкурса профмастерства «Лучший плотник» Денис Морозов рассказал нам, как случайный заработок стал делом всей его жизни. С профессионалом общалась Валерия Мельникова. Застать Дениса Морозова в офисе практически невозможно. Вся его работа на выезде. «Когда у меня есть какие-то частные заказы, я передаю ему заказы, чтобы он выполнил их полностью. То есть всю установочку окон. Начиная, естественно, от замера. Сначала они делают замер, потом делается установка окна. Он полностью сдает окно человеку, которому у нас является заказчиком. Нареканий у него никогда нет. То есть мне очень приятно работать именно с этим человеком, потому как, если ему передвешь заявочку, любую, будь то маленькая заявочка на регулировочку окна, либо полностью установка окон в квартире, будет всегда все выполнено, документы будут все в порядке, все будет привезено и сдано вовремя». Так и проходит день Дениса Морозова, монтажника изделий из ПВХ фирмы «Фабрика окон». Первое его знакомство с тонкостями профессии состоялось лет 10 назад, вспоминает наш герой. Тогда его друг предложил ему подработку, и мужчина согласился. «И просто позвал, пойдешь, пойдем. И потихоньку, потихоньку, вообще никаких навыков не было абсолютно, с нуля все. Научился, спрашивал у всех, интересовался сам. Ну, вроде неплохо получилось на данный момент». За 10 лет мужчина не раз прекращал работать по специальности, но заново начинал. Пробовал себя не только в монтаже окон, но и в их изготовлении, изучив за это время все нюансы работы. В 2013 году он вышел на областной уровень конкурса профмастерства в рамках проекта «Славим человека труда». Тогда он не дотянул до первого места, но занял почетную третью ступень на пьедестале. В 2015 году вновь участие в областном конкурсе. И вот он, долгожданный почетный кубок победителя. Валерия Мельникова, Александр Менчиков, информационное агентство «Курганрум». Сквер Пичугина, который расположен за соответствующей остановкой на улице Коли Меготина, ожидает изменений. Вместе с рабочей группой наши корреспонденты побывали на месте. То, как выглядит этот сквер сейчас, давно уже стал привычным для курганцев. Не первое десятилетие здесь уже ничего не напоминает о месте отдыха. Сам мемориал Героя Гражданской войны настолько обветшал, что навряд ли простоит ближайшую зиму. Именно поэтому муниципальная программа «Любимый город» включила его в ряд объектов, требующих незамедлительной реконструкции. Когда мы делаем формы, когда мы его демонтируем. Потому что оставлять его еще на полтора года нельзя. То есть этим летом надо сделать формы. Глава города Сергей Руденко также принял участие в совещании рабочей группы. В городе нет того места, которое незначимо для наших горожан. У каждого же своя жизнь связана с тем местом, где он, по сути дела, дом, улица, тротуары, скамейки и прочее. И мы должны сегодня вот эти места для отдыха горожан и прилегающей территории потихонечку в рамках нашей программы «Любимый город» приводить в порядок. Реконструкция предполагает ликвидацию старых деревьев и высадку новых, новое ограждение территории отдыха, перенос остановочного комплекса ближе к улице Пролетарской. Кроме того, возникает вопрос облагораживания прилегающих территорий двух соседних дворов. Это требует больших материальных затрат, которые понесет городской бюджет. Поэтому рабочая группа готова рассмотреть все предложения неравнодушных граждан и организаций. Только реконструкция одного мемориала оценивается сегодня в 1 миллион 700 тысяч рублей. Вопрос возник не сейчас. Он в программе «Любимый город» уже стоит, ну, три года. До него не доходит очередь, потому что бюджет наш ограничен. И за это время мы могли восстановить другие памятники. Вы видите и Наташи Аргентовской, и воинам в локальных воинах погибших. И новые памятники появляются. Вот сейчас мы считаем, что необходимо заняться памятниками, которые посвящены героям гражданской войны. Дмитрий Егорович Пичугин был активным участником февральских событий в Петерграде в 17-го года. Вернувшись в Курган, занял должность заместителя председателя Курганского уездного совета депутатов. Во время восстания Белочехов был схвачен и расстрелян. Монумент был сооружен в 1959 году. Я сторонник того, что мы не должны вообще забывать свою историю ни в каком формате. Неважно, к какому времени относятся эти страницы, потому что все складывается в одну единую историю развития города и историю жизни наших людей. А история жизни переписываться не должна. Она должна иметь то отражение, ради которого она и делалась. И не должны забывать ничего, иначе забудут про сегодняшние дни. Реконструкция будет разбита на два этапа. Завершится она в 2017 году. Стас Волосников, Василий Маухин, Илья Урванцев, Александр Немков. Информационное агентство Курган.ру Курганские школьники обучают пожилых людей работать за компьютером. Занятие проходит в рамках проекта «Вы нам нужны», получившего в этом году поддержку в виде гранта главы города. Наша съемочная группа побывала на одном из занятий. Проект «Вы нам нужны» реализуют учащиеся гимназии номер 47. В 2015 году инициатива была выдвинута на соискание гранта главы города Кургана и получила поддержку. Направлений у проекта несколько. Одно из них – курсы для пожилых людей, которые хотят научиться работать за компьютером и пользоваться интернетом. Мы нужны старшему поколению, как и они нужны нам. То есть что-то мы от них черпаем, какие-то знания, а что-то они от нас. Мы их учим основам. К каждому мы подходим индивидуально. То есть кому-то интересна работа в интернете, мы им все это рассказываем, показываем. Рассказываем, как заходить на сайты, как что-то искать. Кому-то, допустим, надо для работы, работа с текстовыми редакторами или с Excel. Многие из пенсионеров пришли с нулевыми знаниями, не зная, как включить компьютер. Сейчас я уже знаю, как выйти в интернете. Я вчера сел, посмотрел серию, да, какие там последние, это самое, известия, которые в телевизоре говорят, все узнаете в интернете. Я думаю, ага, ребята, сейчас я уже умею туда влазить. И смотрю и читаю. Мне это спасибо большое. Я очень, я очень доволен. Но больше всего у нас вот благодарность вот просто вот нашему молодому поколению, которые тратят свое личное время с нами. Они терпеливы, любознательны тоже, они все, в общем-то, знают. И нам очень интересно с ними быть. Спасибо им большое. Спасибо вообще всем, кто организовал это для нашего поколения. Глава города Сергей Руденко отметил, что компьютерные курсы для граждан третьего возраста существовали и раньше. Но проект курганских гимнасистов можно считать уникальным. Вот в таком формате, когда и молодежь, и старшие товарищи, когда они вместе постигают жизни, вот этот проект единственный. Я думаю, что у этого проекта большое будущее, тем более, что есть предложение про его развитие. Валерия Мельникова, Александр Киселев, информационное агентство Курганру. Талантливые и танцующие курганцы смогли показать себя и свои умения на первом открытом фестивале «Новый рубеж-2015». Чем покорили студии юные танцоры, расскажем далее. Сегодня в Кургане активно развивается множество хореографических студий, танцевальных коллективов и просто самоучек-любителей. И, конечно, всем хочется показать себя, показать свои таланты. Именно по этой причине мы решили организовать первый открытый городской фестиваль хореографического творчества «Новый рубеж». И заявить для начала на конкурс две номинации – эстраду и уличный танец. Ну, собственно, мы этим и занимаемся. И, на мой взгляд, мероприятие удалось. На сцену вышло почти 700 танцоров в возрасте от 6 до 25 лет. Судили их мастерство опытные специалисты, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с танцевальными коллективами. Конечно, очень радуюсь, что Курган полон талантливых детей, полон талантливых руководителей, организаторов, руководителей коллективов, которые стремятся детей творчески развивать, давать им возможность проявлять себя, интересоваться хореографией на данном мероприятии, эстрадной хореографией, уличным танцем. Это очень здорово, это очень замечательно. И мне очень понравилась и организация, и сам уровень конкурса. Наградой для победителей в каждой из номинаций стали дипломы участников и денежные призы. Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Андрей Глазарин, информационное агентство Курган.ру. Во Дворце культуры железнодорожников до 6 декабря продолжит свою работу выставка давно полюбившегося башкирского мёда и конфитюра от пасеки монастырской. Подробности в следующем сюжете. Мёд – уникальный продукт, подаренный самой природой. Обладая неповторимым вкусом и ароматом, мёд славится антибактериальными и противовоспалительными свойствами, улучшает состав крови и предохраняет организм от преждевременного старения. Мёд поможет избежать болезней и их осложнения в первые холода и поднять иммунитет. Изумительное разнообразие сортов сладкого и полезного лакомства на выставке мёда и конфитюра пасеки монастырской в ДК железнодорожников. Луговой и акациевой, с прополисом и живицы, липовый и дикий. Всего представлено более 30 видов на любой вкус. Каждый из них обладает исключительными целебными свойствами и на выставке сопровождается подробная инструкция с перечнем целебных свойств. Удивительно, но мёд не теряет лечебных свойств даже при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можете быть уверены, вложили средства в своё здоровье и долголетие. Как всегда, пасека монастырская приготовила для курганцев нежные, вкусные и полезные конфитюры из цельных фруктов и ягод. Они наверняка станут любимым лакомством для всей семьи. Порадуйте своих близких настоящим сладким праздником. Эти сладости идеально подойдут в качестве начинки для блинов и пирогов. На выставке пасеки монастырская можно также приобрести домашнее душистое подсолнечное масло, свежую азовскую халву и разнообразные продукты пчеловодства – пыльцу, пергу, маточное молочко и многое другое. Без подарков, как всегда, не обойдётся. Внимание, акция! Банка башкирского лугового мёда в подарок. Подробности акции уточняйте у продавца. Подарите себе мощнейший заряд энергии и здоровья на всю предстоящую зиму. Ярмарка мёда и конфитюра от пасеки монастырской ждёт вас с 24 ноября по 6 декабря в ДК Железнодорожников, площадь Слосмана – 5. Впереди программа «Твой стиль». Новости проекта «Выбери себе погоду». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Современный мир диктует свой быстрый темп жизни. Автомобиль давно не роскошь, а средства везде успевать. Но чтобы стечь за руль, нужно сначала пройти обучение в автошколе. Сегодня в программе «Твой стиль» мы расскажем вам, как сдать на права и сэкономить время. Меня зовут Антон Олейников. Поехали! В чём преимущество дистанционного обучения? Преимущество дистанционного обучения в том, что человеку не нужно подстраиваться под автошколу. Он может заниматься в любое удобное для него время. Дома, также в любом месте, где есть интернет. Вы можете обучаться дистанционно в автошколе «Фаворит», сидя дома на диване, расположившись у дома за чашечкой чая. Если у вас появилась свободная минутка, повторить правила прямо в офисе. Если возникли вопросы, грамотный консультант ответит в режиме онлайн. Заходите на сайт «Автошкола «Фаворит» в Кургане», заполняете заявку по форме «Ваше имя», «Контактный телефон» и «Е-мейл» и получаете логин и пароль для входа в систему. Вводите его на сайте и начинаете обучение. Как реализована эта программа для обучающихся? Любой желающий обучиться в нашей автошколе, он может зайти на сайт, пройти первое бесплатное обучение. Если ему обучение понравилось, то он приходит в наш офис и заключаем договор, и он занимается. Получили первый бесплатный урок и вам понравилось? Тогда в любом офисе «Автошколы «Фаворит» заключайте договор и получайте доступ к обучению. В какой период проходит обучение и как сдается внутренний экзамен? Обучение проходит теоретические занятия, рассчитанные на 70 часов, то есть это примерно месяц. Через этот месяц ученик приходит, то есть он сам может дома назначить себе инструктора по вождению, и у него через этот месяц начинается вождение. Примерно через два месяца проходит внутренний экзамен, то есть человек приходит в автошколу, сдаёт теоретический экзамен, затем практический. Как только вы прошли теоретический курс дистанционного обучения, вы переходите к практическим занятиям на автодроме. Кстати, в «Автошколе «Фаворит»» только новые иномарки, и выбирайте ту, которая нравится именно вам. Сегодня, когда весь мир уходит в интернет, а во всемирной паутине можно получить любую услугу, мы уверены, вы найдёте, куда потратить сэкономленное время. КОНЕЦ До окончания пятого сезона проекта «Выбери себе погоду 2015» остались считанные дни. Вернее, последняя неделя испытаний. Причём всё самое трудное и интересное организаторы решили приберечь до этого самого момента. Уж теперь-то мы окончательно выясним, кто из десятки финалистов подходит для работы на телевидении, а кто нет. Ребята проявят чудеса сообразительности, находчивости, творческой непосредственности и умственного превосходства над конкурентами. И всё это в тенах нового обувного торгового центра генерального партнёра проекта компании «Курган Обувь» под названием «Шускорт». «Шускорт» – это единственный обувной центр города Кургана, открытый по европейским требованиям. Удобное расположение магазина в центре города, большая парковочная зона, яркое освещение магазина, лучшие дизайнерские коллекции обуви – всё это гарантирует удачное приобретение нашим любимым покупателям. Рады видеть вас снова и снова в обувном центре «Шускорт» по адресу Коля Меготина – 122. Последний шанс обратить на себе внимание членов жюри и тем самым выбиться в лидеры гонки за звание телеведущих сегодня получат Маргарита Лагунова и Диана Воробьёва. Участников мы, кстати, снова поделили на две команды. Что происходит, когда красивая девушка заходит в модный обувной магазин? В худшем случае зарождение большой и чистой, но, увы, безответной любви дамы к паре дорогущих сапог. В лучшем девушка совершает покупку и счастливая бежит домой, крутится перед зеркалом. Новый торговый центр «Шускорт» по адресу улица Коль Меготина – 122 специально для того и создан. Здесь каждая модница сможет найти себе обувь по душам. У наших участниц, кстати, тоже получилось. Долго они, конечно, на витрины глазели выборта ОГОГО, но к первому этапу сегодняшнего соревнования дефиле и фотосессии все-таки готовы. Смотрите, какие красотки! Редактор субтитров А.Семкин В первом обувном торговом центре европейского качества вы сможете найти обувь таких известных брендов, как «Витачи», «Рикер», «Айдини», «Калипсо», а также скоро ожидается появление брендов «Зенден» и «Бюргер Шуз». Бренд «Витачи» подходит для тех, кто очень требовательно относится к качеству и красоте своей обуви. Коллекции бренда настолько разнообразны, что в них без труда найдет для себя обувь и любители авангарда, и приверженец классики. Дизайн обуви «Витачи» разрабатывается в Италии. Отсюда и изящество, и стильность обуви в лучших традициях этой страны. Любители натуральных материалов также останутся довольны. Бренд выпускает немало моделей из натуральной кожи. Дальше успех участников зависит только от их умения творчески мыслить и слаженно работать в команде. Впервые организаторы дали финалистам домашнее задание и попросили подготовить маркетинговый план развития нового торгового центра «Шускорт». Скажем честно, задание и простое, и сложное одновременно. Простым, так как отмечать достоинства «Шускорт» можно бесконечно. Ну, например, «Шускорт» – это единственный обувной центр в Кургане, открытый по европейским требованиям. Это и удобное расположение магазина в центре города, и большая парковочная зона, яркое освещение магазина и, самое главное, лучшие дизайнерские коллекции обуви. Сложность для участников состоит в том, чтобы найти новые способы привлечения клиентов в и без того привлекательный магазин. Посмотрим, что получилось. На работу рано утром никогда не опоздаю. В легкой и стильной обуви от «Шускор» я в ней просто улетаю. Для наших клиентов и покупателей мы придумали спортивные состязания. Они заключаются в том, чтобы клиент, пришедший за покупками в магазин, взял руки-скакалку и пропрыгал на ней 30 секунд. И сколько раз в 30 секунд он пропрыгает на скакалке, такую скидку он и получит. Да пойдет! Стихи от Марго и спортивная скидка от Дианы. А как бы вы сами привлекли клиентов, первый в истории Курганской области обувной магазин европейского образца? И что придумают другие участники? Лаунж-бар «О город» для любого праздника, любой компании. Смелые решения кухни и приятная атмосфера. «О город» Климова, 156. Микрорайон «Заозерный». Квартиры от 950 тысяч. 100% чистовая отделка. Субсидия на ипотеку 20%. Звоните. Три девятки, три пятерки. Ты неотразима и притягательна. В новой коллекции белья от «Бельканто». Торговый центр «Рио». Секция 75. Безвозмездная субсидия на оплату первоначального взноса при покупке квартиры в ипотеку. Подробности по телефону. 62-72-73. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Секреты воспитания детей актера Ивана Хлобыстина. Сэкономить на новогоднем застолье. Что нужно купить до повышения цен? Как сделать вкусные котлеты без мяса и без рыбы? Новый номер Телесемь в продаже со среды 2 декабря. Покупайте Телесемь в магазинах «Метрополис», в киосках «Роспечати» и в сети «Лето». Зима – бегущая строка с хорошей скидкой продается. Кто вовремя успел подать, успеха большего добьется. Найди свою активную точку. Главная региональная премия общественного признания – время успеха. В год 70-летия Великой Победы правительство Курганской области при информационной поддержке Курган.ру награждает лучших зауральцев. Тех, кто в течение этого года достойно отстаивал честь Курганской области. Тех, благодаря кому умножала слава за Уралья. Тех, кто достоин встать в один ряд с нашими прославленными земляками. Голосование уже началось. Отдай свой голос лучшему. Выбери себе погоду, как это было. С 16 ноября смотри в эфире кабельного канала Курган.ру. Все сезоны реальти-шоу «Выбери себе погоду» с самого начала. Ёлки-палки, скоро Новый год. Сделайте подарок себе и своим близким с магазином «Столплит». Закажите модульную кухню уже сегодня. Индивидуальный выбор размера. Привлекательная цена. «Столплит» по-прежнему доступная мебель. Внимание! Только в декабре. В центре снижения веса доктора Гаврилова скидка 20%. Запись по телефону 55-0106. Специально к Новому году. Практичные подарки в магазине «Пиранья». Гладильные доски европейского качества со скидкой 15%. Красина 25. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Центр снижения веса доктора Гаврилова делает уникальное предложение. Только в декабре вы получаете скидку 20% на программу снижения веса. Успевайте воспользоваться предложением. Телефон 55-0106. Специально к Новому году. Практичные подарки в магазине «Пиранья». Гладильные доски европейского качества со скидкой 15%. Красина 25. А теперь о прогноз синоптиков. Четверг синоптическая ситуация в Зауралии будет определяться фронтальной системой, сопровождаемой шлейфом облачности и снегопадом. При температурном режиме на 4-5 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени минус 1, минус 3. Пройдет снег. В Кургане ночью облачно, слабый снег. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха минус 6, минус 8. Днем в Кургане облачно, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм штутного столба. 3 декабря солнечная активность умеренная. Гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!